Хотим представить вам следующего спикера. Женя Ронжина, она занималась долгое время сообществом бизнес-молодости, и она является одной из больших причин того, что это сообщество стало сплоченным. Женя организовывала много разных выездных мероприятий, дополнительных мастер-классов и всячески следила, чтобы люди по максимуму общались, прокачивали друг друга и занималась вот как раз-таки целенаправленно развитием души бизнес-молодости. Сейчас Женя организовала отдельную свою компанию My Business Community, которая занимается выездными мероприятиями разнообразные. И сейчас Женя про это подробнее расскажет, и она будет говорить про тему, как организовать сообщество вокруг своего бизнеса и как это сделать круто. Похлопаем Женю. Надо сказать, что и сейчас многие подразумевают под развитием сообщества некоторую группу или канал в чате, или чат, или просто наличие подписчиков. Это не так? О том, что такое сообщество, я сейчас расскажу. Это может быть одной из форм, но само по себе это не является сообществом. Когда я пять лет занималась развитием БМа, я считаю, что это до сих пор является, хотя я вышла как бы сейчас делать другой проект, я считаю, что БМ до сих пор является самым крупным, самым сплоченным, международным, русскоговорящим сообществом. Потому что куда бы мы ни приезжали, мы находили и встречали людей, которые хотят с нами встретиться. Это происходило не просто так, это происходило, потому что за этим была определенная технология. Это не стопроцентный мой результат, я сейчас не хочу натянуть корону, потому что в сообществе большое значение имеет контент и имеет идея. Большое значение. Об этом сейчас тоже поговорим чуть дальше. И это, конечно, роль, которую всегда выполняли Михаил и Петр. Если вас заинтересовала индустрия онлайн-школ, чтобы продавать свои знания и знания своего эксперта, и вы хотите узнать, как это сделать, получите пошаговый план и список актуальных ниш в этом году. Записывайтесь на бесплатный мастер-класс «Как создать свою онлайн-школу, продюсировать себя или своего эксперта». Ссылка в описании под этим видео. Кликайте, переходите, регистрируйтесь. Давайте теперь чуть-чуть о цифрах. Зачем вообще делать сообщество? Я думаю, что многие из вас, кто уже ушел в мир диджитал, а кто еще не ушел, а только тестирует рекламу, вы понимаете, что с каждым разом стоимость привлечения все выше и выше, потому что все больше людей заходит в интернет и в интернет-рекламу. Приходится искать альтернативные способы привлечения новых клиентов. Когда мы начинали свой первый бизнес и запускали первую контекстную рекламу, у нас в первый же день запуска было забито заказами недели вперед. Вот. Такой сказки сейчас не бывает. Поэтому есть еще другие показатели, которые очень важны. Я не знаю, кто из вас замеряет, но по тем клиентам, которым мы замеряем, средний чек повторного клиента в целом по рынку, он в два раза выше, нежели клиент, который покупает первый раз. Это о чем говорит? О том, что работаете ли вы осознанно над привлечением повторных клиентов. Выделяете ли вы бюджет отдельно на привлечение повторных клиентов. Или весь маркетинговый бюджет, который у вас есть, он идет только на первичных клиентов. То есть это вот один из парадоксов. Большинство компаний максимум, что они делают, это они обзванивают базу, ну как бы расход на отдел продаж, который обзванивает. Максимум ретаргетинг делают. Все. Больше бюджета на возврат клиента на повторную продажу практически нет. Есть еще одна замечательная цифра. Привлечение повторного клиента в среднем по рынку в 6-7 раз дешевле, чем первичного. Еще раз задаю вам вопрос. Привлекаете ли вы специально, работаете ли вы над повторными продажами? Выделяете ли вы отдельно бюджет на маркетинг на повторные продажи? Еще интересный факт. Кстати, исследование РИФа, это последнее, буквально, по-моему, на прошлой неделе или 10 дней назад по поводу статистики в интернете, с 54 миллионов до 121 миллиона выросло отключение платной рекламы. Для тех из вас, кто не знает, рекламу блокировать в своих социальных сетях можно. Более того, есть специальные софты, которые позволяют вам на своем компьютере блокировать платную баннерную рекламу. Так вот, блокировка рекламы растет вот в таком значении. В интернете, конечно, да. Да, это исследование РИФа, российской недели. Вот, теперь еще интересный факт. 80% топ-менеджмента компаний думают, что они оказывают высокий сервис при опросе их. И только 8% клиентов думают так же. Это к вопросу о том, откуда вы получаете обратную связь о качестве вашего продукта. От вашего менеджмента или от ваших клиентов? Кто докручивает продукт? Кто делает продукт лучше? Клиент или ваш топ-менеджмент? Немножко назад вернусь, я недорассказала свою историю. У меня очень долго было ощущение такого, знаете, самозванца в профессии. Не знаю, сталкивался ли из вас кто-то с таким ощущением. Но когда ты делаешь что-то, что вроде бы ты делаешь от всей души и от сердца, но ты понимаешь, что в рынке таких специальностей больше нет, и ты как бы такой один, и ты в какой-то момент думаешь, может, я себе придумал то, чем я занимаюсь? Может быть, как бы такого вообще не существует? Может быть, это моя выдумка? Но когда я попала в Штатах в прошлом сентябре, случайно, поехав на маркетинговую конференцию, узнала, что в соседнем здании проводится комьюнити менеджмент конференция, я была в шоке. Я пришла, это отдельная профессия, уже на текущий момент отдельное сообщество экспертов, которые занимаются развитием сообществ. Они измеряют эффективность. Так вот, 30% компаний, сообществ, по которым замеряются статистики, они относятся к IT-компаниям. IT-компании, это самый большой сегмент, осознанно занимаются развитием сообщества вокруг себя, потому что во многом программисты и лояльные амбассадоры бренда, они докручивают продукт. А не сами программисты. Так вот, в среднем, по разным оценкам, в интернете человек сейчас проводит от часа до шести. И в вашем случае, в контексте сегодняшнего мероприятия, это для нас хорошие статистики, и мы должны быть там, где находится наш клиент. Если вас интересуют онлайн-школы, но много вопросов и сомнений, у акселератора есть бесплатная 30-минутная консультация с экспертом, который готов ответить на все ваши вопросы, разобраться с нишей, который поможет найти эксперта и расскажет, как с ним договориться. Он расскажет вам о тех шагах, которые вам нужно совершить, чтобы у вас появилась своя онлайн-школа. Регистрируйтесь по ссылке под этим видео. Важно оговориться, что почему я так много говорю про цифры, хотя мы вроде бы должны с вами поговорить про сообщество, а сообщество – это нечто вроде такое общее. Для меня сообщество в том контексте, в котором я его изучаю и в том контексте, в котором я практикую, это абсолютно понятный алгоритм, направленный на увеличение определенных бизнес-показателей, будь то выручки, LTV и так далее. Почему контекст сегодняшнего мероприятия особенно актуальна тема сообщества, на мой взгляд? Когда вы полностью уходите в онлайн, встает большой вопрос, а как сделать так, чтобы, если вы как компания в онлайне, что происходит с клиентом в оффлайне? Как быть с клиентом в оффлайне? Как обеспечивать максимальную доходимость человека от начала курса до конца курса, если мы говорим про онлайн-образование? И это, конечно, решает технологию развития сообществ. То есть вы можете сделать так, чтобы сообщество было самоорганизующееся, оно было в оффлайне, а вы полностью можете быть в онлайне. Вам нужно обеспечивать процесс и вовлеченность в оффлайне для того, чтобы все, что у вас есть в онлайне, оно имело большую глубину. Есть еще один тренд, который я заметила и который сейчас пытаюсь оцифровать. Чем больше людей уходит в онлайн, чем большая часть нашей жизни уходит в онлайн, тем ценность от того, что происходит в оффлайне, она выше. Поэтому, несмотря на то, что сегодня мы с вами находимся в контексте того, что мы говорим, давайте все в онлайн, я говорю, что давайте все в онлайн, но только не забудьте, что нам нужно оставить в оффлайне. И в оффлайне нам для клиента надо оставить эмоции для того, чтобы он был максимально вовлечен. Не надо оставлять ему время, которое он едет в класс на занятия. Не надо ему оставлять какую-то еще ненужную вещь. Но оставьте ему эмоции в оффлайне максимально. Вот. Так теперь пару слов, чтобы прояснить вообще терминологию. Что такое для меня сообщество? Первое, что важно отличать. У вас может быть аудитория, но не быть сообщества. Аудитория – это когда вы что-то вещаете, и аудитория выбирает смотреть вас или нет. Быть в этот момент в зале или нет, открыть мой аккаунт или нет. Это аудитория выбирает. Я могу своим контентом как-то на это влиять, но это единственное, чем я могу влиять. Я могу говорить, вот я такая хорошая, смотрите меня. Есть второй момент, когда вы научились у этой аудитории собирать их контакты. И тогда вы уже владеете базой. Но база – это когда вы можете инициировать обращение к своему клиенту и сказать, пойдем, давай, покупай курс, пойдем. А сообщество образовывается тогда, когда возникает диалог между вашими клиентами. Может быть, у некоторых из вас сейчас возник вопрос, а зачем мне диалог между клиентами? Я отправила им имейл или сообщение в чат, или, не знаю, догонялку или ретаргетинг, сказал, пойдем на курс, зачем мне делать так, чтобы они общались? Я очень внимательно наблюдала за вот эти сутки, приехала вчера вечером, как происходило общение здесь у вас. В принципе, оно ничем не отличается, потому что от других сообществ, потому что, в принципе, здесь начало формироваться сообщество. И что происходило эти дни? Вы подходили друг к другу и говорили, я купил бустер. А ты что, пойдешь на бустер? Да, я пойду на бустер. А ты был у того? О, да, я был у того, так прикольно. Что для бизнеса означает сообщество? Это означает, что продаете уже не только вы клиентам, но и клиенты друг другу продают сами. То есть я помню, как это наглядно, чтобы вам было понятно, не уходя в технологии, как это происходило в бизнес-молодости. Мы вроде бы делаем бизнес-ужин, на который, ну, как бы, ну, кто-то приходит. Что происходит в этом бизнес-ужине? Человек говорит, о, я сейчас сходил только что на МЗС вообще. И начинает делиться. Это сидит, думаю, блин, может мне опять сходить на МЗС. И люди по второму, по третьему разу ходили на МЗС. Программа «Миллион за сто». Создание среды, в которой клиенты друг другу продают ваши услуги. Теперь, я сказала, что я сегодня скажу, что это не для всех. Для кого сообщество? Для тех, у кого есть, первое, очень крутой продукт. Потому что сообщество, если вы начнете применять технологии, о которых я сегодня буду рассказывать, инструментальные, не имея качественного продукта, вы просто очень быстро убьете свой бизнес. Потому что как только вы, не имея качественного продукта, сделаете так, чтобы ваши клиенты общались друг с другом, ну, как бы, вы понимаете. И второе, это должна быть причина этим людям между собой общаться. Вот сегодня кто-то подходил, не знаю, в зале сейчас или нет, человек спросил, у меня букеты из фруктов, да, букеты из фруктов и букеты из чего? Из овощей и фруктов, из конфет, да, по-моему? Колбасные букеты. Из чего еще можно? Моя фантазия разыгралась делать букеты. Ну да ладно. Как мне создать сообщество? С чего начать? Я говорю, вам не нужно сообщество, потому что зачем клиентам, которые покупают букеты из колбасы? Уверены? Да. Ну вот, или из конфет, ну, друг с другом общаться. Ну, это как бы очевидный кейс. А есть еще кейс, например, Петя сегодня рассказывала про золотых панд и жертвы. Я тоже являюсь золотой пандой и помогаю менеджерам, которые занимаются этим сообществом. Они тоже очень хотят, чтобы золотые панды между собой общались и вот развивать это сообщество. Оля была у меня на школе сообщества, в которой я вела два потока. И она начала применять эти технологии. Она говорит, что это не работает. Я говорю, Оль, потому что возникает ли потребность у людей, которые пожертвовали на природу, общаться друг с другом? То есть надо понять ту причину, ту нить, зачем люди, ваши клиенты будут общаться друг с другом. На это тоже существуют технологии. Так вот, это, наверное, основное, что хотела рассказать. Так, еще раз. Мы должны определить, у вас аудитория, у вас база или у вас сообщество. Вот, следующее. Чек-лист для проверки, есть ли у вас сообщество в моем понимании, сообщество, в котором я его изучаю. Это в группе, в Википедии написано, сообщество это группа людей по интересам. Ну, как бы гениальное определение. Таким образом можно назвать, в принципе, любую группу. Что я к этому добавляю? Что это обязательно диалог между участниками, как я уже сказала, а не только монолог лидера. Обязательно взаимовыручка, взаимопомощь между участниками. И вместе им должно быть выгоднее. То есть должна быть причина между собой общаться. Инициативы прорастают изнутри. И у них обязательно общая миссия, выходящая за пределы проекта. Тут почему-то не до конца. Еще один достаточно провокационный в текущей среде тезис будет говорить о том, что я вам рекомендую начинать не личный бренд строить, а начинать сейчас строить сообщество. Почему? Потому что история на самом деле развивалась следующим образом. Вначале важно было просто иметь товар. И тогда, когда товара не было, а у вас он был, у вас его все покупали. Потом стало важно иметь нужное место. Не просто товар, а быть там. Place, place, place концепция появилась. И люди стали, чтобы товар был в нужном месте. Потом стало важно. Товара много, надо как-то выделиться. Люди стали придумывать бренды товаром. И появились брендированные товары. Появились сети. И товар из какой-то сети. Может быть, кто-то помнит те времена, когда вдруг рынки, челночники, а потом вдруг стали появляться сетевые магазины. И сетевого магазина было уже приличнее купить. И важнее, и статуснее, чем купить в обычном магазине. Даже в одном и том же ценовом сегменте. Потом эти программы стали вводить материальные мотивации. Накопи бонусы, получи туда-сюда. И ввели все так, что стало не разобраться, непонятно. И это перестало иметь ценность. И рынок перешел в формирование личного бренда. Теперь за каждой компанией мы хотим видеть лицо. Мы хотим, чтобы это было персонализировано и так далее. Но, на мой взгляд, этот тренд еще растущий, но следом за ним придет тренд по сообществам. Почему? Потому что поколение, которое сейчас выросло, поколение сейчас, которое подрастает, им будет уже не так важен лидер, сколько важны ценности. Вы по себе уже замечаете, что вы следовать за лидером готовы только тогда, когда ценности сильно совпадают, когда вас он на ценностном уровне цепляет. На этот счет есть отдельная книга, очень рекомендую вам ее почитать. Называется «Менеджмент 21 века» Питер Друкер. И он как раз говорит о смене, почему по-другому сейчас управляются компании и так далее. Из кого можно делать сообщество? Первое – из клиентов. Второе – из партнеров и франчези. У нас есть интересный кейс, где мы сейчас сеть «Вилгуд» развиваем сообщество. Мы им сделали мероприятие, где собрали их франчези, провели их по всем технологиям мероприятия для сообщества. В итоге из 50 с небольшим хвостиком клиентов франчези, которые были на мероприятии, у них случилось 19 новых продаж повторных. Это значит, что они так смогли через это мероприятие выстроить отношения со своими франчези, объяснить им, что они больше, чем «Вилгуд», больше, чем компания, больше, чем управляющая компания, которая сидит в Москве. Восстановить с ними отношения, диалог между участниками, между другими франчези и создать диалог. После чего появилась такая лояльность. Сообщился стейкхолдеров. В этом сегменте сейчас стейкхолдеры, для кого непонятно, это все, кто имеет ту или иную материальную заинтересованность в проекте. В этом смысле сейчас самым ярким примером являются все проекты ICO, потому что они вышли на рынок, хотели собрать деньги, собрали деньги, и вдруг оказалось, что теперь стоимость этих денег, и их капитализация, их компания, в принципе, зависит от того, как те, кто вложились, думают про них. И вдруг обычные компании, которые говорят, вот у нас есть такое решение, дайте нам денег, поняли, что чтобы капитализироваться, им теперь недостаточно продукт создавать. Им нужно еще и выстраивать отношения с теми, кто вложился. Четвертое – это сообщество других игроков рынка. Такие примеры есть, когда на рынке ивенты, например, ведущие собирают сообщество ведущих-ведущих. Топ каких-то ведущих или сообщество лидеров такого-то рынка и так далее. Экспертов или лидеров мнений. Три основных этапа проходит развитие сообщества. Первое – это когда мы отлаживаем событийный поток. Причем событийный я имею в виду не только в оффлайне, но и в онлайне. То есть любое наше касание – это событие. Когда мы воспринимаем событие как касание. Тут сейчас расскажу об инструментах. Просто запомните картинку. Второе – это когда уже появился социальный организм. Социальный организм появляется тогда, когда появляется общий язык, общий юмор. Когда уже неформальные признаки, как на первом уровне, имеют значение. Серия – во сколько проходит мероприятие, пойду я или не пойду. Во сколько заканчивается, сколько стоит. А когда человек идет уже туда, на эту площадку или на оффлайн мероприятие, потому что он знает, что он встретит там тех людей или получит там те эмоции, которые он хочет получить. В этом смысле хороший пример. Например, не знаю из каких городов, но в Москве, например, конкуренция у фитнес-клубов, она уже очень большая. И мериться им особо уже нечем, потому что длина бассейна, окей, она почти у всех одинаковая. Современность или несовременность тенажеров. Ты приходишь как бы в один, второй, третий, там плюс-минус одинаковые. Мудрые и умные и стратегически грамотные ребята, они начинают выстраивать сообщество своих клиентов внутри торговых фитнес-центров. Почему? Потому что они говорят, что когда подойдет срок продления или непродления карты, человек не встал вопрос, что он хочет уйти, ну как бы в другом месте предложили дешевле. Чтобы у него встал вопрос, что я хочу уйти не из этого бассейна или с этого тренажера, а не хочу уходить от тех людей, с которыми я здесь встретился. Как они это делают? Они собирают и вы едете вместе участвовать там в каких-нибудь гонке героев или вы едете вместе участвовать в «Стань человеком, будь человеком, Рибака» и так далее. То есть они делают так, чтобы ты был связан с другими людьми там, чтобы ты не хотел от людей уходить, а не от бассейна. И третий уровень – это когда появляется миссия. Миссия у сообщества или миссия у компании, еще по-другому это можно назвать идеей. Только миссия не на том уровне, как мы привыкли там у корпоративных компаний, когда написали и спустили, а когда это прожитое, когда это изнутри человека. А можно мне флипчарт вынести? Пожалуйста, я хочу очень схему нарисовать, чтобы у людей отложилось в голове. Вот я знаю, он здесь за занавесочкой стоит. В общем, я не питаю иллюзией, что сейчас за полчаса выступления или 20 минут выступления, сколько у нас осталось, можно рассказать и научить вас. Я хочу, чтобы вы запомнили одно и поняли, зачем развивать сообщество, потому что тут работает такая схема. Давайте мы прям выкатим, если там у нас никого нет, да? Давайте, вот, спасибо. Смотрите, что происходит с сообществами в целом. Первый уровень, как я уже сказала, это событийный уровень. Второй уровень – это социальный организм. И третий – это уровень идеи или миссии. Что происходит? Сообщества примерно вот такое количество. На событийном уровне застревает такое количество сообществ, на социальный организм доходит меньше, до уровня идей доходит меньше. Но если вы смогли это сделать, то лояльность, она прямо пропорциональна этому. Она выглядит вот так. Так, на событийном уровне лояльность людей к вам, она вот примерно вот в таком процентном соотношении. Если вы смогли перевести сообщество сюда, в социальный организм, то лояльность вот такая. Если вы смогли заразить людей идеей, то лояльность выходит за пределы организации. Вы даже можете быть не внутри организации, но быть суперлояльной этой организации и ждать момента, когда она вам понадобится. Коротко про инструменты. На событийном уровне, о чем мы рассказываем и как я действую. Первое, это ритмика мероприятий. Вы должны понимать, что мероприятия, еще раз, это события. Социальный организм — это дышащий, живой организм. Поэтому должны быть мероприятия большие, ежегодные, где вы подводите итоги, где это торжественно, где это много людей. Должны быть мероприятия среднего формата, должны быть мероприятия малого формата. Все это должно чередоваться, как митинг-ритм есть такое, как вот вы совещание чередуете, да, есть стендапы ежедневные, есть еженедельные, есть ежемесячный формат, есть ежегодный формат. То же самое должно происходить в сообществе. Нельзя монотонно делать одинаковые мероприятия, одинаковые численности, одинаковые касания. Каждый день вы отправляете просто рассылку или еще что-то. Это не формирует сообщество. Еще одну фишку вам здесь важную вкину. Если вы хотите очень глубоких связей внутри сообщества, делайте формат малой группы. Формат малой группы позволяет глубоко погрузиться в общение друг с другом. Чем больше группы, тем более шапочное общение. Но это мероприятие нужно, потому что эмоциональный всплеск, например, когда ты побывал на мероприятии, на трансформации, когда ты стадион олимпийского, это очень круто. Если вы пока не можете позволить себе такое большое мероприятие, как это, или как трансформация, или как еще какое-то другое мероприятие, то есть еще одна фишка. Собирать свою группу и ходить на другое мероприятие. Потому что тогда это тоже работает на сплочение. Называется эффект «свои среди чужих». То есть когда вы группой, например, куда-то едете на большое мероприятие, это очень круто работает на сплочение. Поэтому, например, в своем сообществе My Business Community мы делаем очень много заграничных выездов, и мы их прикрепляем к какому-то большому ивенту там. Ближайший, например, мы делаем Гонконг. Там самая крупная IT-конференция, азиатская конференция. Мы выезжаем туда группой. У нас есть своя программа и плюс большое мероприятие. В итоге я создаю такой выезд, где вы и глубоко друг с другом пообщались, и попали в компанию для того, чтобы получить максимальный эмоциональный заряд, где много людей ощутили вот этот эффект «свои среди чужих». Драматургия. Что про это еще рассказать? Я про каждый пункт могу долго рассказывать. Из фишек еще еда. Еда издревле была сплочением людей. Посадите людей за один стол, чтобы они кушали, и вы их сплотите. Как это в прикладном отношении имеет значение? Вот мы выезжали, например, на Traffic and Conversion. Ребята сами не заметили, как там они начали формироваться в сообщество, потому что все, что мы делали, это после мероприятия вместе ужинали большой компанией. То, что здесь с вами происходит, замечайте, отслеживайте. Вот если бы вы весь день просто просидели здесь, и что происходит с вами, когда вы садитесь за общий стол? Применяйте это как технологию. Если вы хотите сплотить клиентов, посадите их вместе кушать. Контекст, смысл и новизна. Глубокая тема, очень могу долго про нее рассказывать, расскажу очень коротко. Лояльность клиента возникает тогда, когда вы создаете в голове у него новые нейронные связи. Что такое новые нейронные связи? Вот как бы мысль, она у человека бегает, вот знания общие его бегают, особенно в вашем контексте, когда мы говорим про онлайн-образование, или там эдютеймент, да, это такое образование, развлечение. Как только вы сформировали новые пути, новое знание у него появилось, он к вам становится более лояльным. Лучшие инструменты для этого – это вывести человека в новое место. Заметьте, как только вы выехали из своего города и оказались в новом месте, значимость всего происходящего для вас максимальна. Как это можно использовать? Имейте в виду, что если вы проводите мероприятие или какую-то точку касания в городе, где вы живете, у вас степень погружения будет, не знаю, 10% степень вовлеченности в мероприятие. Если вы проводите условно в Подмосковье, либо в ближайшем загороде того города, где вы живете, уже лучше и погружений будет уже больше. Самые тесные связи возникают у людей, когда они уезжают куда-то далеко в совершенно новое место и проживают совершенно новый опыт. Соответственно, если вы хотите сплотить свое сообщество, создавайте условия, в которых они максимально часто проживают новый опыт. Поэтому, например, в My Business Community мы каждый раз делаем новые места. Следующий, на втором уровне, про который мы сейчас с вами говорим. Как работать вот здесь? Как людей с событийного уровня переводить на уровень социального организма? Много инструментов, коротко скажу. Есть инструменты, которые позволяют формировать язык. Что позволяет формировать язык? Во-первых, в нашей среде подумайте, а есть ли у вас в обучении свой язык? Есть ли у вас свои термины? Если нет, придумывайте их, тестируйте, как сказать, я говорю, сейте, какие-то приживутся. В этом смысле BM, кстати, тоже отличный пример того, что они создают свой язык. И многие из вас, кто встречался или соприкасался с сообществом, вы понимаете, что сразу видно, что это чувак из BM. Какие еще? Например, Владимир Тарасов обладает своим языком. Например, Ольга Параднова обладает своим языком. Это я говорю к чему? К тому, что даже если вы не тот человек, который способен создавать язык, привлекайте обучение, которое несет с собой свой язык. Чем сильнее у тренера свой язык, тем это будет лучше для вашего сообщества. Система наставничества, система вовлечения, система прожития совместного опыта и айдентика. Прожитие совместного опыта. Какую яркую метафору, чтобы осталось у вас в голове? Представьте, чем больше экстрима, чем больше какого-то такого яркого опыта люди проживают вместе, тем дольше они будут держаться в вас и друг друга. Самый яркий пример здесь. Люди, которые прошли вместе Чечню, Афганистан, не знаю, там еще какие-то страшные боевые действия, они даже если потом оказались в совершенно разной социальном статусе, они всегда будут чувствовать себя родными людьми. И вот этот эффект в хорошем смысле можно здраво используя, делать в вашем бизнесе. Теперь часто был вопрос, когда начинать, с чего начинать и так далее. Если вы только начинаете, конечно, начинайте с событийного уровня. Это выстраивание календаря касаний, когда ежедневно вы их касаетесь, например, в чате, еженедельно вы им предлагаете какую-то встречу, ежемесячно такой-то формат происходит и так далее. Соответственно, 80% вашего внимания – это события и касание аудитории, взаимодействие между ними. 15% – это все, что касается языка, вовлечения и так далее, второго слайда, о котором я говорила. И немножко, потихоньку начинайте сеять идею или миссию, прокачивать идею или миссию. Соответственно, по мере вашего продвижения это все очень образно, потому что это как бы такой процесс перетекающий. Но чем дальше вы двигаетесь, тем больше времени уделяйте идее. Ладно, не буду, долго. Фотографируйте для ускорения процесса. Это источники литературы, в которых я черпала вдохновение. Соответственно, первая книга «Истинно верующие», она не религиозная, она про массовые движения, про то, как вообще управляются массовые движения. Ее стоит читать через призму того, что есть хорошо, что есть плохо. Рекомендованные источники. Это на которые стоит подписаться. Многие из них англоговорящие. Не знаю, кому-то к счастью, кому-то к сожалению. Это то, где я отслеживаю инструменты. А кто напишет пост? Тому все это пришлют. Все? Переписали? Вы же не пишете, вы же все фоткаете. Вы чего? Ну, блин, со ссылками. Вы что, реально будете потом это вбивать с телефона, что ли? Для поста? Вот. Мы пришлем всем, кто сделает пост, мы пришлем эти слайды. Но глобально, напоследок, наверное, не зря меня поставили закрывать это мероприятие. Я реально считаю, что то, что происходит здесь, эти два дня, это феномен, который на самом деле может очень многое изменить. Почему? Потому что мы вместе с ребятами ездили и обучались маркетингу в позапрошлом году, в прошлом году, вот этой весной. И я скажу так, что Америка, то, откуда мы привозим эти технологии маркетинга, она, конечно, крута в маркетинге. Но там маркетологи, я вот сегодня на закрытом обеде для випов, или как они называются, делилась с этим впечатлением, там это люди с бородой, которые начинали еще door-to-door маркетинг в основном. Когда они ходили в двери, продавали в двери. В целом, они что-то делают, но такой запал, как есть в России, как есть сегодня в этой аудитории, он есть, наверное, только в долине, а весь остальной реальный бизнес, он спит. Им не надо, им хорошо. Бургера и кока-кола достаточно. Подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео и комментируйте, что бы вы хотели узнать еще. Европа с точки зрения бизнеса вся спит. Мы сейчас были в Ницце на мероприятии, это тоже традиционный слет, бизнес-фьюжн, который мы проводим. Вообще цель My Business Community, который я сделала, и почему я, собственно говоря, в какой-то момент отделилась от большого корабля бизнес-молодости, потому что очень хотелось показать нашим, что там есть за бугром. Ведь мы все перевариваем такой, знаете, желудочный сок собственный здесь, в России, с точки зрения мероприятий. А там, везде, в мире есть много чего интересного. Я последние два года посвятила изучению этого. Но у нас то, что происходит, во многом гораздо феноменальнее, чем то, что есть там. И вот мне очень хочется создавать эти мостики, и поэтому мы создали мероприятия, и они чисто узко направлены на то, чтобы либо мы выезжаем и учимся там, либо мы показываем, а как происходит у нас здесь. И то, что я сегодня наблюдаю, то, что я вчера увидела, когда приехала и была в шоке, если честно, от зала, если мы будем двигаться такими же темпами, то через 2-3 года штаты будут приезжать сюда и учиться у нас маркетингу, потому что те ребята, спасибо, которые выступали и чьими кейсами делились со сцены, это гораздо круче, чем происходит там. У нас нужды, что ли, больше, я не знаю, запало больше. Короче, соревноваться реально, если мы с вами будем работать, могут… Китайцы пока только опасность для нас представляют, они уж очень работоспособные. Так вот, видя те темпы, с которыми развивается онлайн-бизнес и понимая, что предприниматель – это прежде всего тот, кто ведет за собой, понимая, что человек, который разбирается в маркетинге, как разбираетесь или будете разбираться вы, это человек, который имеет возможность нести идею в широкие массы. И в этом смысле то, чем мне бы хотелось закончить, потому что я говорю, что для меня сообщество – это гораздо больше, чем инструментарий, который я вам могу выдать, не знаю, там, вебинары в какой угодно форме, но вы должны понимать, а к чему вы ведете, чем вы засоряете или наоборот очищаете голову тех людей, на которых вы теперь имеете влияние. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...